Основы Вечеринки, куда вы попадете Сейчас я расскажу, что вам в основном потребуется в вашем баре Вам понадобится ром Джин И водка А также шотландские виски Бурбон Текила И американские виски И, наконец, вам будет нужен бурбон или коньяк Я предпочитаю коньяк, потому что он придает коктейлям более мягкий вкус Набор для бара Для вашего бара вам понадобится некоторое оборудование Которое можно приобрести в любом магазине по обеспечению ресторана Сначала поговорим о так называемой станции Когда бармены работают вместе, они начинают соперничать друг с другом Поэтому хозяину бара стоит подумать о станции бармена Пространстве, где он может общаться с клиентами, с которыми ему предстоит работать Это название перешло на набор инструментов, которые нужны бармену для работы Они объединены одним названием – станция бара Давайте оборудуем свою станцию Первое, что нам понадобится – это бокал-шейкер Затем стакан-смеситель Ситечка Ложка для коктейля И последнее, но не менее важное Нам понадобится ковш для льда Поверьте мне, если опустить руку в лед, то она точно замерзнет Ваша станция готова Кроме того, нам понадобится мерный стакан Он очень нужен, особенно для начинающих Сегодня мы пользуемся стаканом объемом 1 унция с четвертью Это стандартная мера Иногда такой стакан называется джекер Если я говорю, что нам понадобится полная мера Я имею в виду, что надо наполнить этот мерный стакан до его самого верха Это будет именно та мера алкоголя, которую мы будем использовать в определенном напитке Мы также будем пользоваться регулятором скорости Он надевается на горлышко бутылки И не дает облиться алкоголем Или вылить его на газ Нам понадобится и миксер Вы же пользуетесь миксером дома Я в этом уверен Бокалы Набор бокалов, которыми вы будете пользоваться в баре, очень важен Это лицо бара Кроме того, вы же хотите, чтобы напитки были так же красивы на вид, как и приятны на вкус Поговорим о бокалах Этот бокал Хайбалл на 8 унций Это, вероятно, наиболее употребляемый бокал в баре Он используется для ликеров, различных соков и напитков Далее идет бокал для льда Ничего удивительного, что в него наливают алкогольные напитки со льдом Затем у нас есть бокал для мартини Возможно, это наиболее элегантный бокал в нашей коллекции У нас также есть и снифер Это бокал для коньяков Он имеет такую форму, что его удобно держать, согревая коньяк ладонью Нагреваясь, коньяк издает удивительный букет ароматов, и вы наслаждаетесь напитком У нас есть бокал для шампанского Если вы хотите произвести на кого-то особое впечатление, вам лучше пользоваться не бокалом для льда, а бокалом для шампанского Винный бокал для красного и белого вина Пивной бокал Большинство предпочитает пивной бокал на 16-14 унций Наконец, бокал, о котором мы уже говорили Это мерный стакан, которым мы будем измерять ваши напитки С помощью этих основных бокалов вы сможете приготовить любой напиток, который вы призваны приготовить в вашем баре Давайте поговорим о приготовлении напитков в бокале Хайбл Я пользуюсь бокалом Хайбл на 8 унций и мерным стаканом на унцию с четвертью Если вы будете готовить напитки, которые готовлю я, лучше пользоваться бокалами этого размера, они очень удобны Конечно, можно делать незначительные дополнения к моим рецептам, в зависимости от того, насколько больше или меньше будут используемые вами бокалы Напитки-смесители Эти напитки мы используем, чтобы смешивать наши коктейли Они делятся на две группы, в основном на содовые и соки Поговорим о содовых Конечно, во-первых, нам понадобится кола Диет-кола, для тех, кто заботится о своем весе Затем спрайт Ценный тоник Тоник важнее всего Далее джин-джерри И, конечно, нам не обойтись без клап-соды Следующая группа – это соки Ее начинает апельсиновый сок Далее клюквенный сок Грейпфрутовый сок Нам также понадобится томатный сок для кровавой мэри Ананасовый сок И молоко кокоса, которое мы используем для приготовления пиноколаты Поговорим о группе напитков-смесителей, которые я называю «добавками» Не задумывайтесь, для чего они нужны Мы поговорим об этом позже Во-первых, это кисломолочная смесь Гранатовый сок Сладкие добавки Горькие добавки Гарниры Гарниры – важная часть ваших напитков Они придают им вид Кроме того, придумывать их очень интересно, потому что готовите вы их сами Я покажу вам, как готовить некоторые гарниры Для начала поговорим о шести гарнирах Это вишня, лук и оливы Затем здесь апельсины Лаймы и лимоны Вишня, лук и оливы можно просто вынуть из банок и добавить напитком уже в готовом виде Более важно знать, как приготовить апельсины, лаймы и лимоны Этим мы и займемся Сначала я покажу вам, как приготовить апельсин Апельсины большого размера, поэтому сначала надо взять нож и отрезать кончики Это не дает апельсину укатиться, когда вы будете его резать Поставим его на кончик и разрежем пополам Затем возьмем одну половинку и нарежем 8-10 ломтиков У вас может получиться всего 7-8 ломтиков Это обычный ломтик апельсина Надрежьте его посередине Разнимите пополам и наденьте на бокал этот прекрасный, сочный ломтик Наденем пока апельсин на бокал Мы вернемся к нему позже Займемся лаймом Они обычно меньше, поэтому я разрезаю их пополам Затем беру половинку и разрезаю на несколько долек Я не надрезаю их пополам, потому что их обычно кладут в напиток для лучшего аромата Его не стоит надрезать Теперь возьмем лимон Лимон наиболее важен Сначала режем его пополам Затем на дольки Одна Вторая Третья Это такие же дольки, как и у лайма Самое интересное, что лимон выжимают Меня просят Выжмите мне лимона Ну как это сделать? Из этого Секрет прост Я отрезаю кончики лимона, так же, как у апельсина Затем я беру ложку и вставляю ее в отверстики Постепенно мякоть отделяется Вот и все Я продолжаю отделять мякоть И скоро у меня это Должно получиться Вы видите, что лимон очень сочный И часть сока Проливается на меня Но это хорошо Бармен не должен бояться промокнуть Наконец-то Мы вынимаем мякоть У нас остается одна кожура Мы ее режем На ней осталось немного мякоти Но это даже хорошо, потому что Придаст аромат Разрежем ее пополам и разложим на столе Отрезаем небольшие ломтики под углом Стараемся сделать их одного размера Они всегда пригодятся Как я уже сказал Немного мякоти только улучшат вкус И вот у вас Кусочки лимона У них прекрасный аромат Особенно из-за мякоти Выжмите их И вы получите прекрасный сок Вот Так вы можете приготовить свои гарниры Американо Сейчас мы приготовим еще один популярный напиток С кубиками льда Американо При приготовлении этого напитка Используется не джин, а более слабые компоненты Поэтому, когда мне заказывают американо Я всегда повторяю В коктейле американо джин не нужен Этого нельзя забывать Итак, вместо джина возьмем другой ингредиент Сладкий вермут Нальем три четверти мерного стакана вермута на лед Следующий ингредиент Кампари Тоже три четверти мерного стакана Чтобы напиток не был очень крепким Разбавим его клуб содой Которую нальем почти до краев Добавим выжатый твист лимона Который тут же и приготовим И все перемешаем Американо готов Американо Три четверти мерного стакана сладкого вермута Три четверти мерного стакана Кампари Гарнир Выжатый твист лимона Прибрежный бриз Начнем готовить прибрежный бриз Нальем немного водки В бокал хайбл На этот раз добавим клюквенный сок До половины бокала Затем Дольем до краев ананасовый сок Добавим Ломтик лайма И прибрежный бриз Готов Прибрежный бриз Одна мера водки Долить клюквенный сок До половины бокала Ананасовый сок До краев Ломтик лайма Черный русский Приготовим несколько коктейлей с соком Один из основных Это черный русский Обычно его готовят В низких бокалах со льдом Коктейли, состоящие из двух алкогольных напитков В основном готовят В низких бокалах со льдом Это относится и к черному русскому Как и прежде, начнем с водки Возьмем полмеры кофейного ликера И выльем его на водку Немного перемешаем Это займет Некоторое время Вот так Водка перемешалась с ликером Коктейль готов Черный русский Одна мера водки Одна вторая меры кофейного ликера Кровавая мэрия В 20-х годах в Париже В баре Хэррис Для американцев, которые часто его посещали Был изобретен этот напиток Его назвали Кровавая мэрия Это простой напиток Но его иногда готовят неправильно А мы сделаем все как надо Начнем с основного ингредиента Это водка, которую мы нальем Добавим в бокал Хайбалл Добавим томатный сок Заполнив бокал примерно на 3 четверти Затем, чтобы убрать неприятный запах Добавим совсем немного соуса Табаско И добавим немного соуса Ворш-таршер Слегка посолим Примерно так Добавим немножко перца Хорошо Гарнир Это ножка сельдерея Высотой примерно 6 дюймов Подольем сверху Еще немного томатного сока Здорово помогает пахмель Кровавая мэрия Кровавая мэрия Одна мера водки Томатный сок Совсем немного соуса табаско Совсем немного соуса ворш-таршер Соль, перец Гарнир и сельдерея Мыс Кот Сейчас мы приготовим коктейль Мыс Кот Сначала начинаем с водки Бокал Хайбал На этот раз никаких других соков, кроме малинового Оставим немного места для ломтика лайма Название Мыс Кот происходит от местности В штате Массачусетс Где выращивают малину Вот почему этот коктейль называется Мыс Кот Мыс Кот Одна мера водки Клюквенный сок Ломтик лайма Космополит Этот напиток был изобретен после появления на телевидении популярного шоу с одноименным названием Я покажу вам, как я его готов Начнем с того, что охладим Как, например, мы охлаждаем бокал для мартиньи Пусть охлаждается Нальем одну меру водки в смесительный бокал Вот так Добавим одну вторую меры ликера Трипл сэк Затем добавим две меры малинового сока Очень важно не сделать напиток слишком красным Две меры вполне достаточно Совсем немного сока лайма Вот так Хорошо Затем тщательно перемешиваем Выльем сок из охлажденного бокала для мартини Накроем смесительный бокал крышкой Не забывайте прижимать ее к ребрам бокала Перельем напиток в охлажденный бокал Вот так Теперь добавим в гарнир тонкий ломтик лайма И дадим ему пасть в бокал Космополит Одна мера водки Одна вторая мера ликера трипл сэк Две меры малинового сока Немного сока лайма Гарнир из лайма Куба либра Это один из основных коктейлей Но он может ввести в замешательство даже специалиста Потому что с небольшой добавкой он полностью меняет название Мы начнем с первоначальной версии Которая включает ром И кока-колу Возьмем бокал хайбл со льдом Нальем одну меру рома Добавим колу Получилась смесь рома и кока-колы Если кто-то из ваших друзей попросит у вас кубу-либру Вы делаете смесь рома и кока И просто добавляете ломтик лайма Куба-либра Одна мера рома Заливается кока-колой Добавить ломтик лайма Мартини из сухого джина То, как приготовляют мартини, отличает бармена от любителя Есть только один способ его приготовления И он правильный Любители мартини очень приверительны Не умеешь его делать? Даже не пытайся Я покажу вам правильный способ Так что не волнуйтесь Возьмем бокал для мартини Надо его охладить Как это сделать? Насыпать в него лед Из смесительного бокала И отставим бокал в сторону Пусть он охлаждается, пока мы готовим коктейль Что делает мартини влажным или сухим? Вермут Во влажном мартини много вермута В сухом мартини его очень мало или нет совсем Сегодня у вас почти никто не спросит влажный мартини Все мартини сухие или экстра сухие Если я готовлю сухой мартини, я наливаю совсем немного вермута на лед В смесительном бокале Затем Все перемешиваю Вот так Теперь Вот в чем секрет Закрываем смесительный бокал крышкой и выливаем вермут Теперь в бокале лишь запах вермута Но самого вермута нет Добавим меру джина Вот так Теперь перемешаем Достаточно несколько вращений Высыпаем лед из бокала для мартини снова в смесительный бокал Плотно наденем крышку Придерживаем ее за ребра бокала Вылим содержимое в бокал Добавим гарнир Оливки Это сухой мартини Сухой мартини Одна мера джина Чуть-чуть сухого вермута Гарнир Оливки Сухой мартини С водкой Приготовим сухой мартини с водкой Охладим бокал Насыпав в него лед Отставим в сторону Он будет охлаждаться, пока мы работаем Будет мартини влажным или сухим Зависит от вермута Много вермута влажный Мало сухой Поэтому мы нальем в смесительный бокал совсем немного сладкого вермута Хорошо Затем Секрет Плотно закроем бокал крышкой И выльем вермут В бокале остался только запах вермута Затем заливаем одну полную меру водки Вот так Хорошо перемешаем 12 раз Высыпаем лед из бокала для мартини снова в смесительный бокал Плотно наденем крышку Придерживаем ее за ребра бокала Выльем содержимое в охлажденный бокал Некоторые любят добавлять в сухой мартини с водкой выжатый твист лимона При желании их можно добавить Сухой мартини с водкой готов Сухой мартини с водкой Одна мера водки Чуть-чуть сладкого вермута Гарнир Выжатый твист лимона Экстра сухой мартини с джином Приготовим экстра сухой мартини с джином Когда мы готовим сухой мартини с джином Мы наливаем на лед немного вермута и выливаем Как сделать мартини еще более сухим? Я вам покажу Сначала охладим бокал Он охладится, пока мы работаем Итак, экстра сухой мартини с джином Возьмите бутылку вермута и сделайте ею один круг вокруг смесительного бокала Так, чтобы не упала ни одна капля в бокал Поставьте бутылку вермута на место Налейте одну меру джина и вылейте ее в смесительный бокал Затем перемешивайте 12 раз, чтобы содержимое охладилось Вот таким образом Высыпаем лед из бокала для мартини снова в смесительный бокал Плотно надеваем крышку, придерживаем ее за ребра бокала Выливаем содержимое в охлажденный бокал И добавляем гарнир Оливки Экстра сухой мартини с джином Экстра сухой мартини с джином Одна мера джина и оливки Экстра сухой мартини с водкой Приготовим экстра сухой мартини с водкой Как его приготовить? Так же, как и с джином Сначала охладим бокал Возьмите бутылку вермута Убедитесь, что тот, кто заказал вам напиток, это видит Сделайте бутылкой вермута один круг над бокалом и поставьте бутылку на место В бокале вермута нет Возьмите водку Налейте одну полную меру в смесительный бокал Перемешайте 12 раз Я перемешиваю 4 раза, чтобы было легче заполнить Можете перемешивать 14, если захотите Высыпаете лед Затем красиво выливаете содержимое в бокал до конца В экстра сухой мартини хорошо бросить выжатый твист лимона Вам понравится Экстра сухой мартини с водкой Одна мера водки Выжатый твист лимона Гимлет Приготовим еще один напиток в бокале со льдом Он называется гимлет и состоит из двух ингредиентов, а не только двух алкогольных напитков На этот раз начнем с джина Нальем одну меру джина в бокал со льдом Другой ингредиент – подслащенный сок лайма Его можно купить в любом винном магазине Наливаем одну-вторую меры подслащенного сока лайма в бокал со льдом Затем кладем ломтик лайма Немного перемешаем И вот этот освежающий напиток готов Гимлет Гимлет – одна мера джина Одна-вторая меры подслащенного сока лайма Гарнир – ломтик лайма Джин с тоником Джин с тоником Каждый раз, когда вы заходите в бар, вы слышите, как кто-то заказывает джин с тоником Я покажу вам, как его приготовить Это очень просто Налейте одну меру джина в бокал хайбал Добавляем тоник И всегда гарнир – ломтик лайма Этот напиток очень популярен у тех, кто заказывает прохладительные напитки Джин с тоником Джин с тоником Одна мера джина Долить бокал тоником Гарнир – ломтик лайма Ледяной чай Лонг Айленд Приготовим ледяной чай Лонг Айленд Те, кому это имя что-то говорит, знают, что его надо готовить в 16-фунтовом смесительном бокале В этот напиток входит 5 алкогольных напитков Поэтому его слишком много для любого другого бокала Начнем с первого напитка Одна-вторая меры водки Одна-вторая меры джина Затем одна-вторая меры легкого рома Одна-вторая меры серебряной текилы И последняя, но самая важная Ликер – трипл сек Чтобы сделать напиток вкусным и сладким, я наливаю 4 меры ликера Но это еще не все Мы должны добавить подслащенный цитрусовый сок Не заполняйте бокал до конца Место еще понадобится Я закрываю бокал крышкой Затем его надо потрясти Хорошо Теперь последний ингредиент Кока-кола Доливаем ее до верху Гарнир – ломтик лимона Ставим соломинку и перемешаем Вот так это выглядит Ледяной чай готов Ледяной чай – Лонг Айленд Ледяной чай – Лонг Айленд Одна-вторая меры водки джина Легкого арома Серебряной текилы Четыре меры трипл сек Подслащенный цитрусовый сок Кока-кола Гарнир лимон Мадрас Сейчас мы приготовим один из вариантов отвертки Это Мадрас В честь города Который еще произносят с ударением на последнем слоге Начнем с водки Наливаем ее в бокал Хайбал Затем Апельсиновый сок На этот раз пол бокала Остальные пол бокала заливаем малиновым соком Оставим немного места, так как этот напиток нуждается в гарнире Берем ломтик лайма Выжимаем его в бокал Вставляем соломинку Перемешиваем Это Мадрас Мадрас Одна мера водки Полстакана апельсинового сока Долить малиновым соком Гарнир лайм Манхэттен Манхэттен – популярный коктейль, изобретенный в известном отеле Нью-Йорк-Сити в конце 19 века Он состоит из двух ингредиентов Первый – это сладкий вермут Налейте одну-вторую меры сладкого вермута в низкий бокал со льдом Одна полная мера американской виски Гарнир Маринованная вишня Соломинка Напиток готов Можете попробовать Манхэттен Манхэттен – одна вторая мера сладкого вермута, одна мера американского виски Гарнир – маринованная вишня Маргарита Попробуем приготовить самый известный коктейль с текилой, который называется «Маргарита» Для ее приготовления с самого начала надо использовать лайм в качестве гарнира Воткните ломтик лайма на ребро бокала На этот раз бокал для мартини И поверните его по кругу один раз, плотно придерживая пальцами Затем снимите ломтик лайма Он нам еще понадобится У вас под рукой должна быть тарелочка с солью Поставьте бокал на тарелку и три раза поверните Вот таким образом И вот ребро бокала красиво посыпано солью Отставим этот бокал в сторону и начнем готовить напиток в смесительном бокале Напиток состоит из четырех ингредиентов Мы будем готовить его шаг за шагом Начнем с одной полной меры текилы Второй ингредиент – ликер «Халф Контрол» Можно воспользоваться обычным ликером «Трилсек» Это один и тот же ликер Только разных марок Наливаем Одну вторую меры ликера «Триплсек» Или «Контрол» Затем нам понадобится подслащенный сок Его можно купить в любом винном магазине Например, подойдет подслащенный цитрусовый сок Нам понадобится две полные меры Этим соком очень хорошо подслащивать коктейли Затем нальем подслащенный сок лайма Его тоже можно купить в любом винном магазине Мерить количество сока не обязательно Просто чуть-чуть Теперь надо все это хорошо перемешать Поэтому возьмите бокал шейкер Сейчас вы поймете, почему он так называется Оденьте его на смесительный бокал Сначала переверните бокалы сверху вниз И трясите над плечом восемь раз Переверните шейкером вниз Наденьте крышку Плотно придерживайте крышку Нажимая на ребра бокала Полностью вылейте содержимое в бокал для мартини Так, чтобы не задеть соль на его ребрах Вылили полностью Теперь гарнир Ломтик лайма Который мы уже воспользовались Выжмите его И уроните в бокал с маргаритой Если вы угостите маргаритой соседей Они будут носить вас на руках Поверьте Маргарита Одна мера текилы Одна вторая мера ликера трипл сек Две меры подслащенной смеси для коктейлей Чуть-чуть подслащенного сока лайма Гарнир ломтик лайма Негронии Этот коктейль готовят в низком стакане со льдом Он называется Негронии Как и все коктейли, приготовляемые в низком стакане со льдом Он содержит только алкогольные компоненты И состоит из трех ингредиентов Начнем с джина Это основа Нальем полную меру джина Второй ингредиент Одна вторая меры сладкого вермута Добавим Одну вторую меры Кампари Гарнир выжатый твист лимона Хорошо выжмем ломтик Чтобы сок попал в напиток Перемешаем Коктейль из трех алкогольных напитков готов Это Негронии Негронии Одна мера джина Одна вторая меры сладкого вермута Одна вторая меры Кампари Гарнир выжатый твист лимона Роб Рой Одна из вариаций коктейля Манхэттен Это Роб Рой Названный так по имени известного шотландского героя Поэтому один из ингредиентов Это шотландский виски Первый ингредиент Одна вторая меры сладкого вермута Затем Полная мера Шотландского виски Добавляем Гарнир Маринованная вишня Вот и все Это Роб Рой Роб Рой Одна мера шотландского виски Одна вторая меры сладкого вермута Гарнир Маринованная вишня Семь и семь Когда был изобретен Хайбл Появился новый смягчитель коктейлей Лайм с лимоном Многим понравилось добавлять эту смесь в Хайбл И его переименовали в семь и семь Я покажу вам, как его готовить Начинаем с американского виски Одна мера Добавляем мягкий сок Лимон Все это перемешиваем Мы просто поменяли напиток-смеситель И получили совершенно новый напиток Семь и семь Семь и семь Одна мера американского виски Наполнитель Содовая лимон-лайм Скотч Поговорим о скотче Любители скотча могут ввести вас в заблуждение Сказав Дайте мне чистый скотч Что это значит? Протереть бутылку? Нет Это значит, что они хотят, чтобы скотч был безо льда Если вас попросят налить чистый скотч Налейте в низкий бокал скотч И перелейте его в пустой большой бокал для льда Вот сюда Не подавайте скотч в маленьком низком бокале Причина в том, что скотч в большом бокале можно поднимать, не проливая Поэтому, естественно, все хотят пить из большого Это чистый скотч Вам могут также сказать воду назад Это значит, что им просто нужен стакан воды Не перепутайте стакан с виски со стаканом воды У вас могут попросить виски со льдом или скотч на льду Также наливайте виски в мерный бокал Кладете лед в большой бокал и переливаете в него виски Кладете соломинку и подаете чистый скотч Скотч на льду Скотч Одна мера виски Отвертка Сейчас мы приготовим отвертку Отвертка — это разновидность водки с тоником И готовится так же Наполняем мерный бокал водкой И выливаем его в бокал Хайбал Затем вместо тоника наливаем в него апельсиновый сок Можно налить его до краев Гарнир к этому напитку не нужен Только соломинка Это отвертка Отвертка Одна мера водки Далить апельсиновым соком Секс на пляже Приготовим коктейль, который называется «Секс на пляже» Его готовят в Бакаре Хайбал Начнем с половины меры водки Следующий ингредиент Одна-вторая меры персикового шнапса Затем наливаем полторы унции апельсинового сока Затем полторы унции клюквенного сока Оставьте себе дюйм, чтобы сверху налить совсем немного малинового ликера Вот так Положите соломинку И наслаждайтесь Секс на пляже Секс на пляже Одна-вторая меры водки Одна-вторая меры персикового шнапса Апельсиновый сок Клюквенный сок Малиновый ликер Сингапурский слинг Приготовим сингапурский слинг Сингапурский слинг начинают готовить так же, как все напитки с джином Наливаем полную меру джина Затем наливаем две полные меры подслащенного цитрусового сока Чтобы получился настоящий слинг, добавим чуть-чуть сиропа гренадин И потрясем Переливаем в бокал хайба Оставим немного места для клуб соды Оставим себе еще один дюйм сверху Чтобы налить черри бренди Гарнир Апельсин и вишня Напиток готов Сингапурский слинг Сингапурский слинг Одна мера джина Две меры подслащенного цитрусового сока Чуть-чуть сиропа гренадин Черри бренди Гарнир, апельсин и вишня Текила санрайс или текиловый восход Приготовим напиток текила санрайс Если я правильно его приготовлю, вы поймете, почему он так называется Начинаем с меры текилы, которую наливаем в хайбалл Затем апельсиновый сок Оставим себе пол дюйма от края Затем нальем немного сиропа гренадин Этот сироп можно найти в любом винном магазине Наливаем по кругу бокала Взгляните и видите, как поднимается солнце Значит, я приготовил правильно коктейль текила санрайс Гарнир, ломтик апельсина Соломинку надо втыкать очень осторожно Можно испортить цвет Текила санрайс Текила санрайс Одна мера текилы, апельсиновый сок Сироп гренадин, гарнир, апельсин Том Коллинз Этот коктейль называется Том Коллинз Это прекрасный летний напиток Он очень популярен и любим Его основной ингредиент Джин Мы будем готовить коктейль в смесительном бокале Нальем полторы унции Полный мерный стакан Затем две меры подслащенного цитрусового сока Хорошо Теперь нам надо его потрясти Для этого наденем на смесительный бокал специальную крышку Потрясем И перельем прямо в бокал хайба Как вы заметили, я оставил место для следующего и последнего компонента Это клуб сода Гарнир, апельсин и вишня Вставим соломинку Укрепим ломтик апельсина Летний напиток Том Коллинз Том Коллинз Одна мера джина Две меры подслащенного цитрусового сока Клуб сода Гарнир, апельсин и вишня Водка с содой Напиток, который я собираюсь приготовить в этом бокале хайба, очень популярен Это водка с содой Начинаем с унции водки, которую наливаем в мерный стакан и переливаем в бокал хайба Доливаем почти до края клуб соду Оставив место для гарнира Ломтика лайма Это водка с содой У меня почему-то никто не просил джин с содой Так что водка с содой Уникальный напиток Попробуйте Водка с содой Водка с содой Одна мера водки Содовая Гарнир лайм Водка с тоником Начинайте с очень простого напитка Это водка с тоником Отмеряйте нужное количество водки мерным стаканом Обратите внимание на ограничитель в горлышке бутылки водки Никогда не держите бутылку с ограничителем вот так, потому что он может выпасть, и вы потеряете лицо Всегда держите бутылку вот так, придерживая ограничитель Возьмите мерный бокал и отмерьте унцию водки, как это делаю я Перелейте водку в хайбл Что нужно вам теперь? Тоник Налейте тоник почти до края Оставив место для гарнира Это ломтик лайма Выжмите ломтик в бокал Если вы не выжмете, лайм правильно Уверяю вас, кто-нибудь выжмет его перед вашим лицом, а это неприятно Так что правильно выжимайте ломтик лайма в бокал Вставьте соломинку Готово Это водка с тоником Ваш первый напиток Водка с тоником Одна мера водки Тоник Гарнир Ломтик лайма Кислый виски Приготовим кислый виски Название говорит о компонентах Это виски и кислая смесь Начнем с того, что возьмем бокал для льда Затем отмерим полную меру виски Затем нальем джеггер кислой смеси Этот напиток должен быть хорошо смешан Поэтому перельем его в смесительный стакан И быстро потрясем Перельем напиток обратно Вот и все проблемы Гарнир Ломтик апельсина и вишня Кислый виски Кислый виски Одна мера виски Одна мера кислой смеси Гарнир Ломтик апельсина и вишня B-52 Сейчас мы поговорим о шутерах Это слабоалкогольные напитки Их подают объемом не больше двух унций Обычно их посасывают А более авантюристичные Выпивают залпом Между стопками для алкоголя, коктейлей И бокалами для шутеров Есть разница Я могу налить стопку алкогольного напитка И предложить ее вам Это стопка Это не бокал для шутера Шутер Это смешанный коктейль В этой стопке нам ничего не смешать Во всяком случае, я бы не стал пробовать Есть бокал для шутеров Емкостью около двух унций Он очень интересной формы Видите разницу между бокалом для мартини и бокалом для шутера? Они очень отличаются друг от друга Этот красивый бокал Предназначен для первого напитка Первым напитком у нас сегодня будет знаменитый Би-52 Его основа кахлуа Примерно три четверти меры Это очень интересный напиток Он состоит из слоев Кахлуа Это основа напитка Возьмем ложку Перевернем ее и положим на стенку бокала Вот так Затем медленно вольем Бейли Ариш Крим Льем очень осторожно Постепенно поднимаем ложку по мере того, как жидкость стекает по стеклу Это один слой И последний слой Это Гранд Марни Снова прислоняем ложку к стеклу И очень осторожно льем Гранд Марни Который стекает по поверхности ложки Постепенно поднимаем ложку Поднимаем еще выше Вот так Этот слой Составляет примерно одну четверть унции Как вы видите, мы неплохо поработали Мы видим Кахлуа Бейли Ариш Крим Гранд Марни Это шутер Б-52 Пора взлетать Би-52 Три четверти меры Кахлуа Слой Бейли Ариш Крим Слой Гранд Марни Алабама Сламбер Наш следующий шутер Это Алабама Сламбер Где находится Алабама? На юге великой страны Поэтому ее основной компонент Это южный комфорт Всего должно получиться Примерно две унции коктейля Наливать надо очень осторожно Начнем с полунции Нашего основного ингредиента Южного комфорта Затем надо добавить Полторы унции Амаретто Добавим четверть унции Слоя Джина Всего лишь В конце дольем четверть унции Подслащенного Цитрусового сока Теперь все хорошенько Смешаем в миксере Вот так И нальем в бокал Придерживая металлическую крышку Вот так Алабама Сламбер Алабама Сламбер Одна вторая мера Южного комфорта Одна вторая мера Амаретто Одна четверть меры Слоя Джин Одна четверть меры Подслащенного Цитрусового сока Капля лимона Этот шутер называется Капля лимона Сначала нам надо Засахарить Ободок бокала Возьмем ломтик апельсина И проведем им По ободку Достаточно Одного круга Затем опустим его В тарелку с сахаром Одного вращения Обычно Достаточно Теперь ободок Бокала засахарен Отставим бокал в сторону Основной ингредиент Капли лимона Это лимонная водка Наливаем Унцию с четвертью Лимонной водки Это наша основа Отмерим точное количество И перельем В смесительный стакан Затем Для того Чтобы придать Особой терпкий вкус Нальем Ликер Трипл сэк Нам надо Одну вторую меры Не больше Итак Трипл сэк Поставим бутылку Двенадцать раз Перемешаем напиток Нальем коктейль В засахаренный бокал Напиток готов Капля лимона Капля лимона Капля лимона Одна мера лимонной водки Одна вторая мера ликера Трипл сэк Беспроводная отвертка Этот шутер называется Беспроводная отвертка Потому что Его основной компонент Водка Но нет Апельсинового сока Который Является как бы Связующим звеном Мы используем Водку С ароматом апельсина Мы снова Увлажняем Ободок бокала Ломтиком апельсина Вот так Кладем его В сахар Вот Красивый Сахарный Ободок Отставим Бокал в сторону Как я уже сказал Основной компонент Водка С ароматом апельсина У нас будет Аромат апельсина Без апельсинового сока Половину Унции Двенадцать раз Перемешаем Выльем содержимое В наш Засахаренный Бокал У нас получилась Прекрасная Беспроводная Отвертка Беспроводная Отвертка Одна мера Апельсиновой водки Летающий Кузнечик Следующий шутер Называется Летающий Кузнечик Потому что Содержит Два Одинаковых По количеству Компонента Мы можем Увеличить Или уменьшить Содержание Одного Из них И Кузнечик Полетит Наш Первый Компонент Одна Вторая Унция Ликера Зеленый Крем Демент Затем Добавим Одну Второй Унции Белого Крем Демента Чтобы получился Настоящий Шутер Дольем Одну Меру Водки Получилось Две Унции Напитка Перемешаем Перельем В засахаренный Бокал И вот Он уже готов К полету Наш Летающий Кузнечик Летающий Кузнечик Одна Вторая Мера Ликера Зеленый Крем Демент Одна Вторая Мера Ликера Белый Крем Демент Одна Мера Водки Камикадзе Этот шутер Называется Камикадзе Название Не имеет Ничего общего С его ингредиентами Камикадзе По-японски Значит Божественный Ветер Этот шутер Освежит вас Как самый приятный Летний ветерок Который вы Когда-либо Чувствовали Начнем С одной Унции водки Чтобы заложить Основу В этом шутере Три компонента Второй Одна Вторая Унция Ликера Трипл Сек Хорошо И наконец Чуть-чуть Сока Розовый Лайм Перемешаем Перельем В засахаренный Бокал Представьте Что я его Засахарил Вот так Прошу Наслаждайтесь Камикадзе Камикадзе Одна Мера Водки Одна Вторая Меры Трипл Сек Чуть-чуть Сока Розовый Лайм Банана Дайкори Приготовим Банана Дайкори Для начала Приготовим Банан Отрежем Кончики Затем Сделаем Надрез Посередине Точно Медленно И осторожно Хорошо Теперь Снимем Кожуру Прекрасно Нарежем Его На маленькие Кусочки Это Совсем Просто Этого Хватит Положим Их Вот сюда Прекрасно Наполним Бокал Льдом Так же Как мы делали Это раньше Наполним Его Полностью Этого Вполне Достаточно Теперь Зальем Алкогольные Напитки У нас Их будет Несколько Начнем С полутора Унций Рома Легкого Рома Хорошо Добавим Одну вторую Меры Ликера Трипл Сек Нальем Полную Меру Подслащенного Цитрусового Сока И добавим Чуть-чуть Сока Лайма Плотно Закроем Крышкой От винта Красота Красота Выглядит неплохо Хорошо Перельем в бокал И прикрепим Кусочек банана Ставим Соломинку Действительно Смотрится Прекрасно Банана Дайкури Банана Дайкури Одна Мера Легкого Рома Одна Вторая Мера Трипл Сек Мера Кислого Сока Лайма Один Банан Гарнир Банан Голубой Гавайский Голубой Гавайский В основном Приготовлен Из пинаколады Которая В свою очередь Приготовлена Из ананасов Растущих На Гавайях Мы добавим Ликер И сделаем Напиток Голубым Отсюда Название Голубой Гавайский Начнем Так же Как и в прошлый раз Первый компонент Как и в пинаколаде Полная мера Легкого Рома Он называется Легким Или светлым Из-за цвета Это ничего Не имеет общего С наличием В нем Калорий Следующий Ингредиент Одна четверть Меры Голубого Курасао Заливаем Смесь Пинаколады Немного Запомните Надо лишь Прикрыть Лед Попробуем Прокрутить Миксер На маленькой Скорости Все время Держите Руку На крышке Поехали На медленной Скорости Масса должна Немного Подняться И быть Однородной Хорошо Вот так Гарнир тот же Кусочек Ананаса Соломинка Готово Голубой Гавайский Голубой Гавайский Одна мера Легкого Рома Одна четверть Меры Голубого Курасао Смесь Пинаколада Гарнир Ананас Майтай Майтай Коктейль Известный Издавна Он состоит Из четырех Основных Ингредиентов Начнем Ром С риса Хорошая полная Мера Риса Отправляется В миксер Другой Основной Компонент Майтая Легкий Ром Полная Мера Добавим полмеры Трипл Сек Зальем Одну меру Подслащенной Смеси Цитрусовых Вот так И ингредиент Делающий Этот коктейль Майтай Ликер Крем Денойя Он красный Как вы видите И передает Свой цвет Достаточно Одной Второй Меры Включаем Миксер Сначала Плотно Прикрываем Крышку Поехали На маленькой Скорости Пока смесь Не поднимется Неплохо Смешивается Хватит Очень красиво У него розовый Тропический цвет Теперь гарнир Апельсин И вишня Соломинка Прекрасно 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 Для пинаколады Нужна Одна полная Мера Легкого Рома Который Мы Вливаем В миксер Теперь Мы можем Добавить Смесь Пинаколада Пинаколада Немного Немного Чтобы Прикрыть Лед Хорошо Теперь Включим Миксер На небольшой Скорости Достаточно 20 секунд Увеличив Скорость Наплета Красивый И однородный Выглядит Как крем И это Хорошо Вот так Красивый И кремовый Ломтик Ананаса Для пинаколады Соломка Это Густая Пинаколада Пинаколада Одна Мера Легкого Рома Смесь Пинаколада Гарнир Ананас Клубничная Маргарита Замороженная Маргарита Мы приготовим Замороженную Клубничную Маргариту Рецепт Такой же Как и обычной Маргариты Но мы добавим Клубнику И лед Потом Все это Перемешаем В миксере Положим Лед Полный Бокал Высыпаем В миксер Как и с обычной Маргаритой Добавим Полную Меру Текилы И Одну Вторую Меры Трипл Сек Немного Розового Сока Лайма Для более Терпкого Вкуса Добавим Полный Джеггер Подслащенный Смеси Цитрусовых Думаю Стоит Нарить Еще Полстаканчика Хорошо Теперь Замороженная Маргарита Готова К приготовлению Достаточно Лишь Закрыть Миксер Крышкой И включить Если мы хотим Сделать Маргариту Еще и Клубничной Нам надо Добавить Клубнику Лучше Всего Использовать Замороженную Клубнику Она Очень Хорошо Крошится Свежая Клубника Крошится Плохо И Оставляет Ошметки Листья Семена Во всей Маргарите Так что Ее уже Особо И не Хочется Пить Людям Нравится Более Чистый Напиток Хорошо Накроем Миксер Крышкой Малая Скорость Смесь Прекрасно Выглядит Увеличиваем Скорость Чтобы смесь Поднялась Как раньше Хорошо Выливаем Прекрасная Густота Готово Соответствующий Гарнир Красивая Свежая Клубничка Зелень Вот так Соломинка Ободок Солить Не нужно Это сладкий Напиток Клубничная Маргарита Клубничная Маргарита Одна Мера Текилы Одна Вторая Меры Трипл Сек Одна Вторая Меры Цитрусовой Смеси Немного Розового Сока Лайма Гарнир Клубника Храм Ширли Поговорим О безалкогольных Напитках Они Очень хороши Для детей А также Водителей Которые Развозят Всех После Вечеринок Мы Начнем С самого Старого Который Я знаю Это Храм Ширли Название Происходит Конечно От имени Ребенка Актрисы Очень популярной В 30-е годы Тогда Самым Популярным Детским Напитком Для смешивания Был Имбирный Эль Мы С него И начнем Оставьте Около Дюйма От кромки Нальем По кругу Сироп Гренадин Сделаем Круг Положим Гарнир Апельсин И вишню Если Вы Приготовили Коктейль Для детей Не Давайте Им Палочку Для Гарнира Соломинка Храм Ширли Готов Храм Ширли Имбирный Эль Гренадин Гарнир Апельсин И вишня Человек-паук Это детский Напиток Человек-паук Мы придумали Его Для мальчиков Потому что Обычно Мальчики Не любят Коктейли Которые Нравятся Девочкам Поэтому Мы пошли На этот Эксперимент Нальем Имбирный Эль В бокал Хайбал И добавим Содовую Лимон Лайм Потому что Если ребята Заметят Что вкус Такой же Как у храма Ширли Им это Не понравится А напиток Для мальчиков Затем Мы нальем По кругу Сироп Гренадин Один круг Гарнир Апельсин И вишня Без палочки Соломинка Только Для мальчишек Человек-паук Человек-паук Содовая Лимон-лайм Сироп Гренадин Гарнир Апельсин И вишня Фруктовый Пунш Этот безалкогольный Напиток Называется Фруктовый Пунш Он предназначен Для взрослых И детей Сначала Нальем Немного Апельсинового Сока Грейпфрутовый Сок Клюквенный Сок Оставьте Дюйм До кромки Чтобы придать Особый Коктейльный Вкус Польем Это По кругу Сиропом Гренадин Перемешаем Гарнир Апельсин И Вишня Прекрасный Коктейль Безалкогольный Фруктовый Пунш Фруктовый Пунш Апельсиновый Сок Грейпфрутовый Сок Клюквенный Сок Сироп Гренадин Гарнир Апельсин И вишня Дева Мария Этот безалкогольный напиток Называется Дева Мария Каждый безалкогольный напиток Имеющий такое же название Как и алкогольный Имеет первое название Дева Следовательно Кровавая Мэри Безалкоголя Дева Мария Он готовится так же Только без водки Начинаем С томатного сока Как и раньше Оставьте около дюйма до кромки Для других компонентов Немного соуса Тобаско Чуть-чуть соуса Ворштершер Немного перца И соли Добавим гарнир Из сельдерея Вот так Немного перемешаем Великолепный безалкогольный напиток для спортсменов Готово Коктейль Дева Мария Дева Мария Томатный сок Соус табаско Соус ворштершер Перец, соль Гарнир Сельдерей Дева Пинаколада Приготовим несколько коктейлей с помощью миксера Главное правило для таких коктейлей Берите лишь столько льда Сколько влезает в бокал Смотрите Итак, бокал полный Отправим лед в миксер Затем добавим другие ингредиенты Сейчас мы приготовим напиток Дева Пинаколада Как я уже говорил Дева значит напиток безалкоголя Пинаколада готовится из смеси кокосового молочка и ананасового сока Вам не обязательно делать ее самому Вы можете приобрести прекрасную смесь в любом продуктовом магазине Вот она перед нами Нальем ее в миксер так, чтобы она лишь слегка прикрывала лед Хорошо Следите за тем, чтобы использовать самый лучший лед Чтобы он не испортил ваш миксер Включаем миксер на низкую скорость Затем увеличиваем скорость, чтобы смесь поднялась Вы увидите, как масса стала однороднее Достаточно Наполняем бокал Вот так Добавляем гарнир Пинаколада подается с ананасом Соломинка Великолепная пинаколада Пинаколада Смесь пинаколада Гарнир-ананас Дева банана дайкури Мы приготовим безалкогольную банановую дайкури Так как она безалкогольная Мы не используем ром и ликер трипл сек Поэтому мы должны использовать больше сладких безалкогольных компонентов И больше сока лайма Потому что без них у нас будет недостаточно жидкости для смешивания Разрежем банан посередине И снимем кожуру Хорошо Теперь порежем банан На достаточно мелкие для миксера кусочки Вот так Положим их в миксер Их вполне достаточно Наполним бокал льдом Как мы делали это раньше Берем достаточное количество льда Столько вполне хватит Вот так Теперь нальем Двойную меру подслащенной смеси цитрусовых Достаточно И чуть больше сока лайма А сейчас Плотно закроем Крышку Миксера Когда получится однородная смесь Увеличим скорость Прекрасно Прекрасно Ломтик банана Ломтик банана Повесим его на ободок Дева банана дайкури Дева банана дайкури Две меры смеси цитрусовых Сок лайма Один банан Гарнир Ломтик банана Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают